Нифига! Павел Волин и Лейсан Утяшевы женился! Вау! Я и не знала! И таких твитов полным-полно! Волин и Утяшевы не только поженились, но и успели родить бэбика! Как им удалось провернуть все это в условиях повышенной секретности? И что сейчас происходит с молодоженами? Лейсан Утяшева рассказала в откровенном интервью нашей программе. Могу вас в лужу посадить, но это попозже. Пошли. Раз. Два. На самом деле это не просто разминка, но еще и первый выход в свет Лейсан Утяшевой. После рождения ребенка и загадочной свадьбы с Павлом Борей. Понятное дело, что у журналистов куча вопросов к Лейсан, ну а пока по регламенту разминаемся. Молодцы. Два. Три. Животы втянуты, осанку держим. Еще чуть-чуть осталось. И не скажешь, что эта подтянутая задорная девчонка недавно стала мамой. Многие нерожавшие только мечтают о такой фигуре. Для них и для всех желающих хмурым субботним утром Лейсан Утяшева устраивает тренировку. На время оставив сынишку Роберта на попечение близких. Маленький дома с родителями, в смысле с Пашкиными родителями, с моей бабушкой, с няней. Как все дети, он огукает, берет ручками, ему все интересно. Ну и как улыбается нам всем. Но я стараюсь подолгу не отлучаться от дома, потому что не могу. По два-три часа всего выезжаю в город, делаю какие-то делишки и домой быстрее. А сейчас я мамочка, поэтому вот у меня вот здесь вот еще лосинки. Я себя берегу, потому что молочко надо беречь. Павел Воля и Лейсан Утяшева поженились. Эта новость расходится по СМИ аккурат 1 апреля. Иначе, как классическую утку, ее и не воспринимают. Оно и понятно. Вдвоем эту свежеиспеченную парочку не видели ни разу, даже вездесущие папарацци. Истинные чувства на ваших глазах не вертятся. Это было давно, это долгая дружба, которая, видите, привела к тому, что мы поняли, что это чуть больше, чем дружба. В ЗАГСе до этого был один раз пьяный, ничего не помню. И вроде бы у Тяшева все излагает складно, но в прессе то и дело мелькают сообщения. Тут что-то нечисто, свадьба у Лейсан и Павла фиктивная. И вправду, в словах экс-гимнастки почему-то схвозит больше благодарности другу воле, чем пылкого чувства. Пашка молодец, он удивительный человек и он отличный отец для нас двоих. Вот, очень хороший он и мне помогал в какие-то моменты. Очень же тяжело без мамы. И, конечно же, накрывали и депрессией меня, и все, но он рядом, он помогает, ночью встает, все сам делает. Отвечая на вопросы, она то и дело отводит глаза влево. Обычно это считается признаком того, что человек либо что-то скрывает, либо говорит неправду. Это все правда, да? Это какая-то нефиктивная свадьба. Ты действительно замужем за папу? Да, я действительно замужем, конечно, за Пашей Воле. Как ты можешь это доказать, я не знаю. А я не буду ничего доказывать. Нет, я не буду ничего никому доказывать, потому что считаю это глупым и смешным. Те, кто не доверяют, пусть не доверяют, это их право. Смех смехом, но есть и факты, которые вселяют сомнения. На Юрмале без пяти минут женатой Воля активно флиртуют с другими барышнями. Через две минуты, пожалуйста. Как ни странно, романтичный Лейсан отказывается от белого платья, лимузина, торжества. Брать фамилию мужа девушка тоже не собирается. Неважно, что вы представили. Еще года не было, как умерла моя мама. И знаете, не до белого платья и не до каких-то пышных вечеринок. Это было просто для двоих и для нас. Вот и все. А в каком ЗАГСе вы регистрировались? Не скажу. Не скажу, в каком ЗАГСе. Вот, это все наше, наше. А почему не Лейсан Воля? Очень много документов пришлось бы переделывать. Если бы у нас в стране с бюрократией было бы немножко побыстрее все, и надо было стоять в очередях и так далее, я бы, наверное, поменяла свою фамилию. Но... В России многие истории, в которых фигурируют бывшие гимнастки, овеяны неким флером загадки. И, наверное, лучше даже не пытаться их разгадать. Целее будем. Главное, чтобы Лейсан была счастлива. Алина Ильич Ливона-Ганезов. Программа «В теме». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова